Не так давно, а именно 1 июня, в Балакове был сдан заключительный объект проекта «Балаково-спортивный» – здание с волной для серфинга и скалодромом. Однако многие уже и забыли, что в рамках этого же проекта в Альбатросе построили и каток с искусственным покрытием, на котором предполагалось кататься круглый год. Эта площадка не проработала и полугода, и, так сказать, ушла в суды с подрядчиком. На какой стадии решения находится сейчас этот вопрос? Комментарии из первых уст. В рамках проекта «Балаково-спортивный» было устройство данной площадки с искусственным льдом. Площадка была введена в эксплуатацию в октябре 2016 года. На саму площадку было потрачено порядка 2,5 миллионов рублей. Из них половина стоимости суммы – это были работы подготовительные. Устройство бетонного основания, облагоустройство – это устройство тротуарной плитки, хоккейных бортов. И оставшаяся часть суммы – это половина – это было устройство самого синтетического льда. После шести месяцев эксплуатации данной площадки, это в начале, весной 2019 года, нами были обнаружены повреждения в местах пайки отдельных листов синтетического льда, а также были обнаружены повреждения, деформации самого искусственного льда. Была направлена претензия подрядчику о поставке товара недлежащего качества. Подрядчикам претензия была принята. Составлено дополнительное соглашение о расторжении ранее подписанного договора. И был составлен акт по возврату денежных средств согласно договору. На сегодняшний момент подрядчикам произведен возврат денежной суммы порядка 700 тысяч рублей. Оставшие 500 тысяч рублей подрядчик обязуется возвратить до конца октября 2018 года. Как только поступят денежные средства в полном объеме, тогда будет уже ставиться первоочередная задача по восстановлению данной площадки с синтетическим льдом. На сегодняшний день хоккейная коробка эксплуатируется только в зимнее время. Заливается водой, и все желающие совершенно бесплатно могут прийти покататься на коньках. Сколько будет стоить синтетический лед по новой закупке, пока мы не знаем. Уложимся ли мы в эту сумму, говорить пока еще рано. Мониторинг производился в 2017 году. И стоимость синтетического льда, который как раз пригоден для эксплуатации на открытой площадке, там было порядка в 2-3 раза дороже, чем тот договор, который был заключен нами ранее. То есть там сумма составляла порядка 4 миллионов. Это намного больше, чем был заключен ранее договор.